СИСУС проходит опознание жертв трагедии, параллельно медики проводят ДНК-экспертизы. Из 40 погибших официально подтверждена смерть лишь половины туристов. МВД Туниса сегодня фактически расписалось в собственном бессилии. Предотвратить крупнейшую в истории курорта трагедию якобы было невозможно. Правоохранители даже не подозревали о связях террориста с радикальными исламистами. Максим Розаев следит за расследованием. На четвертые сутки после теракта Министерство внутренних дел Туниса наконец отчиталось. Задержаны первые подозреваемые. Сообщаются, что это соседи, а также отец убийцы. Самого 24-летнего студента, расстрелявшего из автомата Калашникова 40 человек, сегодня похоронили. Правоохранители и даже близкие террористы утверждают, что не знали о его связях с радикальными исламистами. Я никогда не мог подумать, что он совершит подобное. Мы не замечали в его поведении ничего странного. Невозможно представить, что он пошел на этот чудовищный поступок. Главе МВД Туниса на встрече с зарубежными коллегами ничего не оставалось делать, как признать провальную систему госбезопасности. Полиция смогла обезвредить вооруженного террориста только через полчаса после начала стрельбы по туристам. Охрана отеля во время атаки и вовсе пряталась вместе с отдыхающими. Ускорить поиск виновных намерены приехавшие в Тунис министр внутренних дел Германии, Франции и Великобритании. 600 сотрудников английской полиции сейчас работают в курортном городе Сус, помогают местным следователям и участвуют в опознании тел. В настоящее время подтвержденной остается гибель 15 британцев, однако мы ожидаем, что это число будет расти. Процесс опознания осложняется тем, что многие отдыхающие не брали на пляж документы. Пока опознаны 20 из 40 погибших. В основном это подданные Великобритании. Среди жертв есть также португалец, бельгиец и немец. Как сообщают в Минздраве Туниса, россиян в этом списке нет. Вернее, пока нет. Татьяна Хоменко до сих пор числится пропавшей без вести. Ее дочь Екатерина Хоменко находится в больнице. Кровь девушки взяли на ДНК-анализ. Только после его проведения местные власти смогут дать официальный ответ о судьбе матери. Пока же глава МВД Туниса больше обеспокоен тем, что туристов на курортах республики станет меньше. Мы обсудили с коллегами, как именно будет укрепляться безопасность Туниса. Я высоко ценю поддержку европейских друзей и верю, что этот теракт не остановит поток туристов, которые любят нашу страну и хотят отдыхать в ней. Мы показали нашим друзьям решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях. Мы выступаем за демократию и свободу. Туристам, похоже, верится с трудом. Правительство Великобритании намерено вывести из республики всех своих граждан. Отправляет за ними военный самолет. Россияне также отказываются лететь по путевкам в Тунис. А те, кто уже там, просят туроператоров вернуть их на родину. Россияне, которые хотят покинуть Тунис, обращаются к принимающим компаниям. Это началось еще в пятницу, в день теракта. Например, одна женщина, которая жила непосредственно в отеле, на пляже которого произошла эта трагедия, она с двумя детьми там отдыхала, она попросила ее срочно вывезти. Не было рейса в Москву, она москвичка. Она согласилась лететь в Питер, а потом из Питера уже добираться до Москвы, только бы покинуть Тунис, поскольку было ей очень некомфортно. В ответ на понятное беспокойство туристов, местные власти обещали усилить охрану пляжей и даже вооружить всех сотрудников туристической полиции. Но после второго крупного теракта за несколько месяцев, эти обещания не успокаивают. За несколько дней только англичан из Туниса вылетело почти 10 тысяч человек. Половина всех британских туристов. Максим Урозаев, Татьяна Гагарина, Олег Христов, Пятый канал. Генеральный прокурор Египта Хишам Барракат погиб в результате покушения. Сегодня в Каире террористы взорвали его автомобиль. Бомбу заложили у стен военной академии, мимо которой проезжал кортеж Барраката. Устройство привели в действие дистанционно. Взрыв был такой мощности, что прокурора не спас даже бронированный автомобиль. Ответственные за атаку взяли на себя радикалы из местной группировки «Народное сопротивление Гизы». Ее представители неоднократно обещали мстить египетским политикам за казнь участников организации «Братья-мусульмане». Для борьбы с террористами исламского государства целесообразно создать коалицию с участием Сирии и соседних стран – Турции, Иордании и Саудовской Аравии. Такое мнение высказал Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Сирии Валидом Муалемом. Президент заверил гостя в том, что Москва готова всячески способствовать налаживанию такого диалога между странами. Наша политика, направленная на поддержку Сирии, сирийского руководства и сирийского народа, остается неизменной. В то же время мы считаем, что для того, чтобы эффективно бороться с терроризмом, с крайними проявлениями радикализма, нужно объединять усилия всех стран региона. Понятно, что между соседями всегда и часто возникают какие-то непонимания, трения, проблемы текущего характера. Но во имя борьбы с общим злом, безусловно, нужно объединять усилия. В свою очередь, Валид Муалем заявил, что Дамаск выступает за создание международной коалиции с участием соседних стран и США. Однако, подчеркнул министра, на этом пути много сложностей. Отдельное государство, по словам дипломата, вместо того, чтобы бороться с терроризмом, наоборот, поощряют его, и в том числе оружием, и проливают кровь сирийского народа. Совместную встречу с Валидом Муалемом провел сегодня и глава российского МИДа Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции. Министр сообщил уже завтра, тему борьбы с международным терроризмом он обсудит с Джоном Керри. Сергей Лавров заострил внимание на опасности заигрывания с радикальными исламистами ради достижения сиюминутных конъюнктурных целей. Так, по его словам, требования о смене режима в Сирии противоречат женевскому коммунике и играют на руку экстремистам. Осознание общей угрозы, уверен дипломат, должно возобладать над индивидуальными геополитическими замыслами. С учетом масштабов деятельности исламского государства, так называемого, и его пособников, уже недостаточно сил только сирийцев. Именно поэтому мы обращаем призыв ко всем странам региона координировать свои действия в борьбе с этой страшной угрозой. Сергей Лавров заверил, что Россия и дальше будет помогать сирийским властям в укреплении обороноспособности страны перед лицом террористической угрозы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идти по отвоеванному у украинской армии аэропорту в Луганске для него почетнее любой кинопремии. За освобождение терминала луганское ополчение прозвало Романа Романовского богом войны и доверило руководить всей артиллерией ЛНР. Учился в боях. Во ВГИКе такого не проходили. Среди бойцов лишь единицы знают, что их командир с позывным Фелине – московский режиссер. Трагедию народа Донбасс он воспринял как личную и неожиданно для коллег отправился защищать Луганск. Уже такая точка, когда точно решила, что поеду, то она была в Одессе. Быстро обучился артиллерийскому делу. Ну, как бы опыт, навыки какие-то элементарные есть. Еще курс военноучилища помог. И стал с первого старшим офицером БТА, и потом командиром БТА и артиллерийской. В Коснадонии. Потом перебрался сюда, в Луганск. В столице его ждут жена, двое детей и скопившиеся за год пачки сценариев. Картины Романовского всегда были о войне и о людях опасных профессий. Для первого художественного фильма о Донбассе режиссер создает здесь небольшую киностудию. На главные роли претендуют как местные актеры, которые до сих пор играют в разбитых снарядами театрах, так и его подчиненные, готовые по команде «Мотор» снова держать оборону. Романовский каждый день просматривает боевые сводки и понимает, что в любой момент может вернуться в армию ЛНР. Украинские военные этой ночью вновь обстреляли поселок Октябрьский на окраине Донецка. После нескольких прямых попаданий загорелись дома. Давно года, уже начали как обстреливать. Видите, вот дом сгорел, прямое попадание. Вот дом сгорел, можешь. По территории Донбасса было выпущено 36 танковых снарядов, 51 мина калибра 82 и 120 мм. Также применялись противотанковые средства, гранатометы и стрелковое оружие. В мирное время у пожарных было 2-3 выезда за год. Теперь столько же за сутки. Они достают людей из огненных ловушек на передовой. Работают без бронежилетов, кассок и блиндажей. Хорошо. Помолился, перегрязился и пошел. В штабе Минобороны ДНР появились новые данные о перебросе украинской техники к линии соприкосновения. Не исключен повторный штурм поселка Маринке. На его окраине ополченцы обнаружили 6 украинских танков и позиции 8 самоходных артиллерийских установок. В Донецке надеются, что ситуацию могут исправить следующие переговоры в Минске 7 июля. На них обсудят новый этап. Отвод от линии разграничения орудий меньше 100 мм. К сожалению, мы продвигаемся настолько медленно, что повестка и встречи-встречи не меняются. То есть, сейчас, если брать политическую подробность, то первоочередные вопросы – это величные наши выборы, это закон об особом статусе. На мирный итог переговоров надеется и режиссер Роман Романовский, который очень хочет, чтобы о войне в его фильмах герои рассказывали лишь в прошедшем времени. Дмитрий Гулько, Олег Прохоров и Виктория Григорьева, 5 канал Донбасс. Поставки российского газа на Украину обсудят завтра в Вене. Переговоры пройдут в трехстороннем формате. Москва, Киев и Еврокомиссия, которая заинтересована в бесперебойном транзите газа в Европу. Украина уже попросила России продлить скидку на топливо, а Москва пошла навстречу. В итоге цена для нафтогаза, как сообщается, останется на уровне второго квартала. 247 долларов 18 центов за тысячу кубометров. Как неоднократно подчеркивали российские власти, наша страна, несмотря на сложности в отношениях, готова помогать партнерам. Ни одна из главных задач Украины до сих пор не решена. Некоторые из них только усугубляются. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Самая острая проблема вынесена в заголовок. Статья называется «Власть миллиардеров». Автор напоминает, революция на Майдане проходила под антиолигархическими лозунгами. Да и сам президент Порошенко перед выборами обещал народу избавиться от всех своих активов. Однако спустя год в делах главы государства ничего не изменилось. Шоколадный король Порошенко по-прежнему входит в десятку самых богатых людей Украины. А если он и оттесняет от власти бизнесменов, то лишь за тем, чтобы поставить на их место новых. Именно так, по данным газеты, прошла приватизация сразу в трех областях страны. В связи с этим немецкие эксперты все активнее переосмысляют противостояние Москвы и Евросоюза, возникшее на фоне украинских событий. И отмечают, санкции, которыми Европа хотела наказать Россию, наносят ощутимый вред самим странам ЕС. Бизнесмены просят Ангелу Меркель вернуться за стол переговоров с российскими партнерами. А глава Восточного комитета немецкой экономики Экхард Кордес назвал запретительные меры настоящим самоубийством для Германии. И в знак протеста даже ушел в отставку. Жители Греции только за последние две недели обналичили больше 8 миллиардов евро. Люди опасаются дефолта и пытаются снять со счетов свои средства. Сегодня из-за паники в стране властям пришлось на нескольких часов прервать работу всех банкоматов. А крупнейшие греческие банки вообще закрыты минимум до конца недели. На 5 июля премьер Алексис Ципрос назначил референдум. Грекам предстоит решить, стоит ли принимать условия международных кредиторов и выплачивать ли им задолженность. Как сегодня подчеркнул глава Еврокомиссии, пока официальные Афины срывают даже попытки договориться. Я глубоко разочарован тем спектаклем, который разыгрался в Брюсселе в субботу. Наше стремление к компромиссу было полностью разрушено односторонним решением Греции о референдуме. Долгие переговоры были прерваны в самый неправильный момент. Но теперь народ Греции просто обязан сказать «да» международным кредиторам на референдуме. Вслед за Еврокомиссией к жителям Греции уже обратились власти нескольких стран ЕС. Так Ангела Меркель заверила, что Евросоюз отнесется к результатам референдума с уважением и не станет избегать переговоров. Европа делает греческим властям необычайно щедрое предложение, но никакого компромисса с их стороны пока нет. Хочу им напомнить, что Евросоюз может справляться и с более кризисными ситуациями. Мы и так уже многого добились вместе. Поэтому если Греция решит возобновить переговоры после референдума, мы, конечно, не ответим отказом. Напомню, завтра вечером истекает срок действующей кредитной программы, которую ЕС предоставляет Афинам. Сейчас государственный долг Греции превышает 240 миллиардов евро и власти ожидают новой помощи от Брюсселя. Однако выполнять требования международных кредиторов греческое правительство не намерено. Премьер Ципрос отказывается сокращать госрасходы, реформировать пенсионную систему и выплачивать долги. В Китае сегодня запустили строительство участка газопровода «Сила Сибири». По нему российское голубое топливо пойдет в КНР. Это так называемый «восточный маршрут». Ввод трубы в эксплуатацию запланирован на 2018 год. «Газпром» и китайская нефтегазовая компания уже подписали 30-летний контракт на поставку природного газа. Начнут с объемов 5 миллиардов кубометров, а после выйдут на проектную мощность. Это 38 миллиардов кубометров в год. Глава компании «Транснефть», а это, напомню, оператор магистральных нефтепроводов в России, сегодня доложил Владимиру Путину, как реализуется программа развития отрасли до 2020 года. В следующем году будут завершены сразу два новых крупных проекта. Страна получит новые нефтепроводы и подтвердит свое звание ключевого игрока на мировом энергетическом рынке. Идет работа и по импортозамещению. В декабре в Челябинске заработает завод по производству магистральных насосов. Прежде в России они не производились, их закупали на Украине.